Где мне взять деньги? Говорят люди, которым говоришь, очень важно зарабатывать. Они говорят, мне нужны деньги, чтобы сделать деньги. Это одно из самых таких больших заблуждений. Очень многие бизнесы начались с нуля. За ничтожно малые деньги, за тысячу долларов, за 500 долларов начинается. Это не значит, что не было ничего, был ум и настойчивость. Больше, в принципе, ничего не нужно. Важна очень сильная идея и твои действия. Потому что между идеей, уже действующим бизнесом, просто пропасть. Потому что между действиями никто почему-то ничего не делает. Очень важно иногда просто само намерение твое. Когда у человека сильное намерение, вся вселенная тратит все свои усилия на то, чтобы это случилось у тебя. Но когда у тебя нет фокуса, ты начинаешь прыгать, хочу машину такую, потом нету такую, потом... Тебе не знают, что дать. И все сидят и ждут, когда ты выберешь просто. Это сила твоего личного намерения. И вот это намерение, оно очень сильно важно. И когда оно из души, оно идет, и есть в этом энергия и сила, то это случается всегда очень быстро. Флэшбеки вот такие вы сейчас будете ловить. Очень часто все, что ты думал, с сильным намерением, иногда даже таким легким, какое-то, вот оно просто промелькнуло. Оно же все сбылось. Оглянись назад. Это все, что ты хотел, все сбылось. Даже плохое. И в этом есть задача, чтобы научиться думать позитивно и создавать сильные намерения позитивные. И когда ты этому научишься, тебе ничего не нужно. Но я не говорю о том, что работать не надо. Работать все равно придется. Это, как помните, терпение и труд, все перетрут. Это вот советские такие лозунги. У меня это было написано на столе. Где-то написал и положил под стекло. Я садился за стол, всегда это читал. Тот еще и нелпер был. Терпение и реально просто работать. Трудитесь. Это дает свои результаты. И когда ты захочешь купить себе что-то очень сильно, ты это обязательно приобретешь. Нет в этом никакой магии. В этом есть усилие и трудолюбие. Все. На самом деле, не важно, на себя ты работаешь или на себя, но ты должен... Это меня не коробит, но продать свой потенциал за дорого. Или продать свои навыки и умения за дорого. Для того, чтобы оказать людям услуги. И нужно иметь что-то, кроме себя самого. Особенно в современном мире. Современный мир, он так устроен, что люди сегодня платят за коммуникативные навыки. Коммуникации, нетворкинг, мастерство твое. Люди предоставляют услуги. И услуг становится все больше и больше с каждым днем. Для того, чтобы предоставить услуги, кроме твоих навыков и умений, ничего больше не надо. Мы же не говорим о каких-то космических деньгах. Миллиард долларов. Мы говорим о тех деньгах, которые помогут тебе закрыть свою гигиеническую норму. Одежду, машину, квартиру. Я считаю, что в 21 веке это гигиеническая норма, к которой должен прийти любой человек. И для этого не нужно иметь каких-то экстраординарных способностей. Достаточно средних способностей. Не нужно быть сегодня лучшим во всем. Сегодня очень важно быть популярным и уметь захватывать внимание покупателей, людей, общества. Почему я Инстаграм начал развивать? Помните, одно время ЕГО выходили и звонили в дверь. И для меня Инстаграм был такой, что как звонок. Вот подписаться, звонок. Кто разбирается в этом? 15 тысяч человек на меня подписалось. Я вручную тыкал. 1% от того, на кого я подписался. 15 тысяч. Я не глядя мог в телефоне, вот пальцем вот это подписаться, отписаться делать. Мне там пленка стачивалась, когда вот это защитное. Реально терпение и труд. Все перед трудом. Я знаю очень много людей, которые делали бизнес. Из ничего парень ко мне на тренинг приходил. Он говорит, я куда не пойду, у меня везде деньги преследуют. Из Чимкента, по-моему, прилетел ко мне в Астану на тренинг. При этом он перед этим заехал на базар Нардув тогда. Купил 2 Камаза или 3 Камаза яблок. Отправил их в Астану. Пока тренинг проходил, Камазы приехали в Астану. Поехал, лоптом их продал. Заработал деньги. Я уехал обратно в Чимкент. Он везде вот по копейке, по копейке вот это все собирает. И таких людей очень много. И у меня на тренинге есть такое задание, что нужно идти и просить деньги. Для того, чтобы человек преодолел свои какие-то внутренние преграды. Он 200 тысяч перевез. Он собрал 200 тысяч деньги. Это была максимальная сумма, которую принесли мужик. Девчонки, которые проходили тренинг, максимальная сумма была 1000 долларов. И есть такое, понимаете, как манимейкинг, да? То есть действия, которые делают деньги. Беда в том, что очень многие люди делают много DC, но ни одного действия манимейкинговая. Ни одно действие его не приводит к деньгам. И вот это очень важно отслеживать. Когда ты привыкнешь делать манимейкинг, будет так идти, как колесо. Оно будет за тобой просто. Первый раз очень тяжело сорвать. В нашей культуре не любят продавцов. В нашей культуре не любят дельцов. Это вот эхо Советского Союза. Потому что за это сажали, преследовали. Общество плевало всегда. И ценились какие-то другие люди. Но сегодня время такое, что мы все друг другу что-то продаем. Кто-то скажет, лучше бы на заводах работали. Ну, работают люди на заводах. Попробуйте продать теперь продукцию, которую наделали. Можно сделать что угодно. Можно быть гениями себя не продать. И ты будешь непризнанным гением. Смотрел когда-то интервью Леонида Белунова. Это Леонид Макинтош. Кому интересно, но загляните. Я надеюсь, он не обидится, что я на него ссылаюсь. Но в интервью сказал такую фразу. Для того, чтобы заработать 100 миллионов долларов, не нужно много больших действий. Для того, чтобы заработать 100 тысяч долларов, для этого нужно большие действия. 100 миллионов долларов сложнее заработать у человека, забрать, чем 100 тысяч долларов. Потому что 100 тысяч, скорее всего, последние. А 100 миллионов, скорее всего, нет. И он там, говорит, понял? Он говорит, нет, я не понял. Я тебе объясняю. Вот мы просим Танюшу. Нарисуй картину. Она рисует картину. Мы ее, говорит, там, оформляем и отправляем в Лувр. И вешаем и пишем 100 миллионов долларов. 100 человек пройдет и скажет, она сумасшедшая. А 101-й пойдет и скажет, она сумасшедшая. Какие 100 миллионов? 80. И так во всем, да? И заметили, что люди, которые зарабатывают, у них есть некий внутренний кураж. Когда нет куража, денег нет. Люди начинают терять деньги. Но есть кураж, когда он чересчур большой. Когда человек уже не понимает, кажется, что он полубог. И что бы он ни делал, вот он просто как тот Медас, да, был, который этот, к чему не прикасался, все золото было. То есть как только он включается, что к чему не прикоснись, все золото, он начинает их терять, потому что гордыня опять его все равно присадит и поставит на место. У меня был такой кейс. Парень зарабатывал просто нереальные какие-то деньги. В какой-то момент он просто упал. Он сел сильно в долги. Мне казалось, что я, говорит, ну все, уже поплыл просто. Это состояние намного сложнее, чем когда-то внизу. Когда денег нет, проще состояние, чем когда их слишком много. У куража есть и положительная черта, и отрицательная. Кураж — это внутреннее состояние, вот это вот, в йоге говорят кундалини, а люди говорят, ну вот, я не знаю, когда ты чувствуешь, что это сегодня твой день. Вот деньги липнут ко мне. Это мой день, и я сегодня творец своего счастья. И вот это состояние куража. Но есть вот очень тонкая грань, когда это перерастает в гордоливость, в халатность. Кажется, что я все могу, и, короче, люди падают в этот момент. Вот когда ты, вот это состояние куража легкого, оно очень такое полезное. Когда кураж уже вот, ты уже не понимаешь, остановись. Когда тебе кажется, что все хорошо, в этот момент остановись, потому что что-то может не навернуться. Это навык. Два раза упадешь, третий раз притормозишь. Я вот просто рекомендую перестать ныть, подними жопу и иди делать. Хоть что-нибудь. Ты не будешь понимать, что делать. Хоть мой полы дома, хоть что-то начни там резать, я не знаю, мыть, убирать. Хоть что-то начни. Очень часто люди, которые сидят в каком-то депрессивном состоянии, они не понимают, что я должен сделать. И вот там месяц, второй лежат депрессии, да? Вот запоминайте, когда не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Не важно, что. Просто делай. Спустись во двор, забери этот веник у дворника, начни подметать двор свой. Хоть что сделай, и придут предложения о работе. Это очень сложно понять, и как это происходит. Но когда у тебя есть сила намерения и небольшое действие, вселенная срабатывает, это курок и пистолет.